Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Ки будут исчезать? Меняем синяки на вкусные наркотики от целебной бумаги. Спасибо большое, Игорь Ильич. Здорово. 21 июня. День Федора Стратилата. Назван через перенесение мощей святого великомученика Феодора Стратилата. На одной из стен церкви находилось изображение святого великомученика Феодора. Однажды собрались в этой церкви сарацины. Один из них взял лук и стрелу выстрелил в образ святого. Стрела вонзилась в правое плечо святого. От образа потекла кровь, как от живого человека. Увидев это чудо, сарацины изумились. Те, кто остались в церкви, а это было 20 семей, умерли. В старину в этот день старались копать колодцы. Поэтому он имел название колодезника. Подходящее место выбирали так. На земле с вечера клали сковородку дном вверх, а поднимали ее на рассвете. Если дно сковороды лишь слегка потело, значит воды здесь мало. Если оставалось сухим, тут водяной жилы нет. Если на донышке сковороды собирались большие капли, то можно здесь рыть колодец. А вот если прошел ночью дождь, то попытка неудачна была. С этого летнего дня начинался длинный период летних гроз. Приметы. Если сегодня роса большая, жди хорошего рожая. Это была самая короткая ночь в году. Она мытая? Она мытая. А не будет ли кислой? И клюкву это кислая. А мы сюда добавим еще мёда, для того, чтобы у нас это все не было кислым. Это в чеснега? Давай. Это мы сюда. Да, можно нам все? Тогда помой, пожалуйста. Давай. Готовим. Дайте я тем, кто впервые на нас смотрит, скажу. Вы даже себе затрудняетесь в самых смелых фантазиях представить, какая вкуснятина получается у Геннадия Малахова, когда он делает свои фирменные смуси. Вот все, что сейчас полезного и для сосудов, и для иммунитета. Вот оно здесь все есть, но просто это взбить в блендере. Мало. Должна быть основа. Основа. И это основа кисломолочный жидкий напиток. Но я вот каждый раз, когда покажу, я говорю, давайте на пляженьки. Вот такая вкусня. Давайте ляжем. Но можно и на кефире. Можно на кефир. На любом кисломолочном продукте. А зачем мы добавляем творог? Вот я не могу понять. Творог. А творог мы можем и не добавить в этот раз. А что? Да, мы можем его идти абсолютно без творога. Творог, конечно, мы можем добавить для того, чтобы у нас еще это было более сытное, более, так сказать, полезное. Чтобы у нас лучше волосы росли, ногти росли. Добавим. Хорошо, потому что здесь как раз полноценные белки содержатся, легко усваиваемые. И с зеленью они будут усваиваться великолепно. Кстати, мы можем сюда... Не много ли вот этого лимончика? Я прям смотрю. Лимончика? У меня сводят руки так же, как скулы. Хорошо, хорошо, хорошо. Я думаю, что мое тело уже показывает невозможно. А сейчас мы посмотрим как раз, как это можно или нет. Так, и мы сюда можем еще добавить. У нас витамины группы В содержатся в проросшем зерне. Мы можем сюда добавить столовую ложечку проросшего зерна, который обогатит нашу смесь, делает ее более целебной. Итак, добавляем. Это вообще потрясающая штука. Это самое проросшее зерно. Геннадий Петрович проращивает это зерно. Сколько лет, пока Геннадий Петрович в холодильник пошел за зерном? Я скажу, сколько лет проращиваете? Уже лет это... Десять. Десять, я хотела сказать, десять. Вкуснотища. Надо новую курцию, наверное, сделать, да? Сделаем. Едоков там много в целебной калинарии. Опа! Да. И хватит. Так. Ну что, давайте так чуть-чуть этого творожка. Творожка, давайте. Творожка. Окей? Окей. Кладем творожка. Может, добавим тогда обнадежки? И угостим всех-всех-всех-всех-всех, кто находится в студии программы «Целебная кульнария». С удовольствием. Мёд. Мёд таёжный. Мёд таёжный. Таёжники прислали. Тёмненькие, ух ты. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Это мне уже всё нравится. Уже всё нравится, да? Я вам так скажу. Вот с этой вкуснятины лечить сосуды и восстанавливать эластичность капилляров – милое дело. На завтрак, на обед и на ужин. Опа! Теперь остаётся нам включить. И клинок. Давай. Кстати, корочки, которые я сюда положу, они придадут особый аромат. Но этот же аромат говорит о том, что эта наша смесь будет обладать бактерицидными свойствами. Красивый. Сейчас я попробую. С такими пырышками. Ну как? Можно ещё мёда. Ещё мёда? А я не очень люблю сладкое. Хорошо. Если ты любишь кисленько, попробуй. Если да, то мы разливаем и пьём. Ну и что? Ещё мёда. Ещё мёда. Ну вот я так и сказал. Мёда ещё надо? Ещё мёда, да. Потому что для меня лично вот клюква с лимоном в паре оказалась очень таким сильным. Так. Вот видите, всегда пробуйте перед тем, как непосредственно разливать. Угощаем всех, да. Попробуйте, какой на вкус получается. Делаем корректировочку и всё, готовится как надо. Вот так. Ещё мёда. Отлично. И разливаем по новой. И уже разливаем по новой. По новой. Попробуй. Теперь. Теперь. Попробуй. Как она? Очень хороший. С вот таким вот ароматом цитрусовых. Аромат цитрусовых есть. Мне кажется, даже я слышу петрушку. Ну, знаете, если медленно заживают вот эти ранки, ссадины, говорят, что мало витамина С. Вот такой напиток вперёд. А если синячки... Всё будет заживать. И синячки будут исчезать. Меняем синяки на вкусный напиток от целебной кулинарии. Спасибо большое. Встреча. Здорово. 18-й лунные сутки. После предыдущего мощного дня эти лунные сутки несут спад. Энергии в теле мало. И это располагает к пассивности и подражанию. Замечено, что наш внутренний мир проявляется через отношение к миру внешнему. И если мы испытываем зависть, огорчение и другие негативные эмоции, виноваты в этом мы сами, а не окружающие. Осознание этого отражения – прекрасный повод для работы над собой. Энергия сейчас располагается в области половых желез, очевого пузыря и прямой кишки. Это удачное время для выполнения очевидных клизм, особенно если имеется высыпание на коже. Что касается питания, то сегодня воздержитесь от соленой пищи. Двигательная активность нормальная. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч!